Привет друзья, ставьте лайки, обязательно пишите свое мнение в комментариях, а теперь поехали. У природы есть чувство юмора, только посмотрите на эти создания. Белый кит. Это серый кит-альбинос, обитающий у побережья Мексики. Его видели всего несколько раз и далеко не всегда уникальное животное удавалось заснять. По счастью, в 2019 году белого гиганта наконец-то запечатлели на видео. Шпильковые змеи. На первый взгляд это невзрачные коричневые змейки, но они очень опасны. В отличие от большинства ядовитых змей, этих нельзя взять за голову, потому что шпильковые обладают уникальной способностью кусать, не раскрывая пасти. Из уголков пасти у них растут ядовитые зубы, позволяющие змее поражать цель сбоку. Тающие рыбы. В 2018 году научная экспедиция исследовала Атакамский жёлоб у побережья Перу на глубине 7,5 километров. Это одно из самых глубоких мест в мире. Там им удалось заснять на видео новый вид лепаровых рыб, именуемых также морскими слизнями. Загадочный ком. В 2017 году недалеко от Ванкувера ученые выловили в море загадочную тварь, похожую на желатиновый мозг. Студенистый монстр оказался скоплением микроорганизмов, именуемых заидами. Изоподы размером с мяч. Изоподы или равноногие – это отряд ракообразных, которые питаются падалью. В 2019 году ученые бросили на дно Мексиканского залива труп целого аллигатора, чтобы посмотреть, кого он привлечет. Набежавшие изоподы были размером с регбийные мячи. Всего за 24 часа белесые твари прогрызли толстую шкуру аллигатора и принялись пожирать его изнутри. Голубой лобстер. Амару повезло. Он отправился не на кухню, а в научный центр. Ученые объяснили, что голубой окрас лобстеров – явление хотя и редкое, но известное. За окраску этих ракообразных отвечает пигмент астаксантин, количество которого зависит от многих факторов. Нормальный цвет лобстеров, как известно, бурый. Исполинская пчела. В 2019 году ученые отправили специальную экспедицию на поиски крупнейшей в мире пчелы. В последний день им таки удалось обнаружить гнездо, обустроенное в термитнике. В гнезде обнаружили матку, впервые засняв этот вид на фото и видео. Размах крыльев матки 6 сантиметров, а жвала поражают массивностью. Паук в маске зайчика. Ученый Андреас Кей изучал тропики Эквадора в 2017 году, где сфотографировал это странное существо, которое напоминает паука с головой зайчика. К сожалению, он малоизучен, поэтому ученые могут лишь догадываться, почему он так странно выглядит. Радужная белка. В 2019 году фотографии этого зверяка стали хитом инстаграма, и многие заподозрили фотошоп. Но это абсолютно реальное животное под названием индийская гигантская белка. Мех этого грызуна бывает рыжим, синим и фиолетовым. Огнетелка. В 2018 году дайверы засняли призрачное животное в водах у острова Вайт, Новая Зеландия. Странное существо имело 8 метров в длину и напоминало огромного червя. На самом деле это колония животных, которая называется оболочниками. Это крошечные хордовые существа, похожие на палочки. Они способны клонировать себя, поэтому такая колония может жить вечно. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумное. Странички в инстаграм и фейсбук. Ссылки в описании.